Если вы смотрели предыдущий репортаж, где речь шла о создателе шкалы оценки сохранности монет, то в этом обзоре мы рассмотрим на примере советской монеты коллекционную стоимость по шкале Шелдона. Все подробности через несколько секунд. Начнем по порядку. Наиболее низкой степени сохранности присваивают Great Pur 1 Fire. 2 и AG3. Сразу говорю, что данным состоянием соответствует сильно изношенная монета, и такая монета не является коллекционной, за исключением очень редкой. Изображение на такой монете неразличимо, либо едва различимо, и с трудом возможно определить, к какой стране относится монета и к какому периоду. В моих руках приблизительно такая степень сохранности, как AG3. Еще раз я говорю, что при таком грейде монета должна иметь сильно изношенный рельеф в результате обращения. Мне с трудом можно было найти сильно изношенную, но зато мне попалась вот такая монета, которая долго пролежала в земле. Поскольку монета регулярного чекана и не является редкой, выполненная она из алюминиевой бронзы, то в таком состоянии она будет равна цене металла, а это приблизительно 1 рубль. Далее по шкале Шелдона монета в сохранности G, то есть Гуд, имеет градацию от 4 до 6. И следующие признаки. Монета сильно изношена, но очертания основных деталей и рельефа видны четко. Внешняя привлекательность у монеты слабая и также не является коллекционной, за исключением редких монет. Если говорить о цене монеты в такой сохранности, мы с вами знаем, что это монета регулярного чекана и не является редкой, то цена ей равна также стоимости металла. В нашем случае это около 1 рубля. Далее монета в сохранности Very Good, то есть VG, считается удовлетворительным состоянием. Различают степени сохранности от 8 до 10. Это означает, что монета была долгое время в обращении и на ней сохранилось около 25% первоначального рельефа монеты. Честно говоря, у меня в руках не самый удачный образец, просто другого не нашлось. По шкале Шелдона, как правило, грейдинговой компании присваивают грейд VG-8 или VG-10. Коллекционная привлекательность у монеты невысокая. Оценивается такая монета около 2-3 рублей. Теперь рассмотрим монету в сохранности Fine, то есть хорошая. Изношенность монеты умеренно, рельеф монеты проступает четко, с незначительными дефектами. Это забоины, царапины. На монете сохранено не менее 50-50% первоначального рельефа рисунка. В такой сохранности включается в справочниках по античным и средневековым монетам. Грейдинговые компании часто присваивают грейд F12, то есть слабый, и F15, более лучший сохран. И в таком состоянии данная монета будет стоить около 10 рублей. Монета в состоянии Very Fine, то есть очень хорошая, в состоянии имеет лишь значительную потертость на выступающих частях рисунка. При этом сохранено 70-75% деталей рисунка. Такая монета уже имеет внешнюю привлекательность, допускаются маленькие и средние забоины. По шкале Шелдуина присваивается грейды VF20, 25, 30 и 35. Поскольку Very Fine самая распространенная сохранность, она включена во все нумизматические каталоги. К примеру, для античных монет это редкая сохранность, а вот для монет нового времени считается самым низким состоянием. Сегодня такая монета регулярного чекана в нынешнем 2017 году в состоянии Very Fine по каталогам оценивается в 20 рублей. Теперь переходим к следующей категории, это монеты в состоянии Extremely Fine, сокращенно XF. Такая монета имеет весьма незначительную потертость. Она сохранила не менее 90% своего рельефа. Ее отличительной особенностью наличие штемпельного блеска. Хотя монета недолго находилась в обращении. На такой монете отсутствуют забоины и крупные царапины. В такой сохранности имеет высокую привлекательность и такая монета является коллекционной. Грейдинговые компании части всего присваивают монете Great XF40 или XF45. Сегодня за эту монету в такую сохранность уже готовы выложить 100 рублей. Следующая категория это монета почти не бывшая в обращении About Uncirculated, сокращенно AU. Такая монета имеет оригинальный штемпельный блеск, присутствует небольшой износ, допускаются мелкие забоины и микроцарапины. Для монеты высокого грейда этой категории, например, AU58 соответствует превосходное состояние. Высокая степень прочека на следы обращения заметны лишь в пятикратном увеличении. Иногда почищенным монетам присваивают этот грейд. Грейдинговые компании чаще всего присваивают грейд AU50, 53, 55 и 58. Теперь цена. Лично мне удалось приобрести эту монету в такой сохранности за 150 рублей. Ну и наконец высшая категория состояния монет это Uncirculated, превосходное состояние. Эксперты выделяют 11 градаций по шкале Шелдона, это от MS-60 до MS-70. MS означает Mint State, равнозначное термину Uncirculated. Монета в этой категории не должна иметь признаков потертости, допускается присутствие незначительных царапин от хранения. Самая высшая степень сохранности MS-70 по шкале Шелдона присваивает монете в идеальном состоянии, не имеющей микроцарапин. Полностью отсутствуют пятна контакта, 100% прочекан. Такие монеты всегда относятся к первой партии очеканенных монет новыми штемпелями. Такая монета хранилась должным образом и передавалась от коллекционера к коллекционеру. Для монет, предназначенных для обращения по шкале Шелдона, могут присвоить наивысшую степень MS-66 или MS-67 не выше. Что касается цены, цена на такую монету может колебаться в пределах 250 до 500 рублей. Только что мы с вами рассмотрели недорогую советскую монету во всех категориях сохранности. Теперь хотел бы обратить ваше внимание на разброс цены заслабированных монет. Компания NGCE на своем сайте выкладывает статистическую информацию. Это количество заслабированных монет, ее цена в различных состояниях. Обратите внимание на эту таблицу. Верхняя часть это грейды, следующая строка это общее число заслабированных монет, и нижняя строка это цены. Думаю, комментарий здесь излишний. Спасибо за просмотр, за вашу подписку и лайк. Пока.